эй йоу всем привет меня зовут гриха талдыкин это мой любимый квадроцикл и сейчас я вам немножко расскажу о трюке вип шаффл или развертом если рассказывать об этом трюке в целом то это просто очень резкий развертом в общем смысл в том что мы едем в одну сторону резко перекладываемся разворачиваемся и едем в другую сторону либо останавливаемся проблема и опасность этого трюка в том что при развороте при недостаточной скорости можно словить боковой зацеп и перевернуться очень большая просьба если вы будете делать этот трюк одеваем шлем сжимаем очко и начинаем пробовать но главное очень аккуратно и последовательно это уже не база это крутой трюк который очень ценится на соревнованиях что на квадроцикле что на мотоцикле дальше если вы уже рожаете из этого трюка какое-то продолжение производные там выход на колесо 360 тогда это уже прям топ 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 я например когда тренировал 360 на мотоцикле сломал две рамы пару маятников пару колес это сто процентов но на квадрики ступицы тоже отлетали только в пульт это пока ты неправильно исполняешь технику когда ты делаешь все технично и правильно то у тебя трюк выходит на ура на квадроцикле в силу того что нет дифференциала и ты на каждом повороте затратишь больше усилий по физухе скажем так уходит сил точно больше и подготовка нужно больше чем на мотоцикле это сто процентов скажем так два часа полноценной езды в хорошем стиле в хорошей агрессии на квадроцикле это 8 часов на мотоцикле то есть я на мультике 5 часов на тренировку спокойно провожу на квадрике больше двух часов это уже падаешь и домой приходишь ну и как приходишь прилетаешь во сне в процессе тренировки у тебя будет изначально увеличится и физуха и техника но может очень сильно выкинуть то есть нужно очень крепкие руки иметь при допустим если ты перекрутил шаффл и и хочешь выйти на 360 или ты перекрутил шаффл и не хочешь выйти но хочешь удержаться на мотоцикле то там очень сильный боковой рывок как вот хайсайт на мотоцикле а вы же знаете на мотоцикле хайсайт это руками не удержать практически есть то же самое только еще и резче получается колян сил не хватает на чуть передохнуть это вот о чем и говорил сил чуть-чуть не хватает теперь течет весь мокрый но вы же это сняли 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 это было круто все свои квадроциклы настраиваю примерно одинаково и скажем так если бы я их настраивал пожестче то было бы удобнее но в силу того что мне все-таки нужная распрыжка и все-таки у меня стандрайтинг он на квадроцикле соревновательный я не иду по одному направлению я захватываю сразу вот все да то есть чтобы было и хорошие дрифты и хорошие прокаты то есть мне допустим вообще не нравится спущенные колеса мне нужно чтобы она максимально было накачано чтобы накат был лучше да это контролировать наверху сложнее все все балансовые трюки но при этом я получаю достойный дрифт я получаю достойное управление достойные боковые колеса можно было бы сделать пожестче переднюю подвеску но я бы проиграл в гулежке не можно было бы чуть-чуть сделать пожестче заднюю подвеску но я проиграл в прыжках на квадроцикле соответственно я выбрал себе скажем вариант настроек но при этом совершенствую свою технику то есть если у меня где-то не хватает настроек квадроцикла я стараюсь их дожать своей физухой или своим умением лучше для начала затянуть ну затянуть просто потому что она будет лучше соскальзывать и не будет вот прожимания подвески не будет боковых никаких на затянутой подвески делать его легче должен быть либо мокрый асфальт либо совсем гладкий асфальт либо плохая резина то есть чем проще у нас идет скольжение в блокировке тем проще нам будет вот этот 180 разворот понять даже если будет какая-то ошибка в зацепе боковом резина простит или покрытие простит когда чем больше зацеп тем страшнее боковой зацеп и переворот в основном я езжу на кенди и на вот на годзилле на годзилла самые маленькие компактные но быстрее всего стираются кендо самые тяжелые у них больше всего мяса круче всего дымят но они очень сильно загружают заднюю ось квадроцикла соответственно мы получаем плохое стопе 180 и плохое стопе на квадроцикле вообще а кстати можно еще попробовать прикол шар чуть-чуть для жаллов все равно какая у вас стоит резина просто будет заход на этот трюк немножко увеличивать соответственно если мы увеличиваем скорость то мы делаем все то же самое просто более агрессивно если говорить о сетапах квадроцикла у меня стоит обычная магура на дублёре 13 миллиметров самый простой 4 поршневой суппорт от yamaha r6 по сумме moto по моему 108 я не помню то есть допустим на треху чтобы выйти на колесо я делаю заход с газа то есть вообще не использую задний тормоз при заходе либо еду с дрифта либо стартую с места резко с помощью газа делаю вот этот разворот который обычно делается с помощью тормоза и там уже сбавляя параллельно газ я добавляю дублёк и вот здесь вот тонкая работа главное не выхватить грубо говоря ловушку мышеловку когда у тебя задний тормоз хлопается ты вылетаешь вперед соответственно здесь тонко и не передавить так как ты заглушишь и опять же получишь то же для тренировок самого шафла дублер не обязательно сто процентов можно сделать задний тормоз ногой передний тормоз рукой в стоке и сделать шафу ручка газа или курок имеет это имеет значение только на самых верховых и топовых трюках это не влияет на исполнение шафт меня на одном квадроцикле рук урок на другом ручка я просто переключаюсь две минуты наката и я забыл о том на каком квадроцикле еду все происходит на автомате я думаю что у меня где-то четыре вида таких развертона и из каждого из них можно сделать продолжение в зависимости от зацепа попробуем сделать их все шафу или развертон или вип который делается с передним тормозом просто блокировка добавляем передний тормоз немножко подняло на боковые колеса это за счет переднего тормоза то же самое без еще раз с тормозом и без тормоза это с тормозом за счет переднего тормоза выходим на боковые колеса и получается откат назад сейчас с помощью газа обычной 360 это производная вот тоже випа выход на колесо с помощью газа просто с помощью газа обычной развертон из всех этих вышеперечисленных шафлов випов развертонов самый простой конечно же просто на тормозе на заблокированной задней оси без использования переднего тормоза наша задача просто разогнаться заблокировать колеса не бояться движения в заблокированных колесах и первым делом мы учим закидывать влево вправо просто задницу но и же просто термо блокировка и с остановкой на 90 градусов вот если мы сделаем это на большой скорости мы куркнемся если мы сделаем это на скорости больше чем большая то мы просто развернемся и вот наша задача вот в этот момент когда 90 градусов мы дожимаемся до руля и за счет того что у нас скорость позволяет мы просто доворачивать без переднего тормоза и катимся назад вот это у нас получается шафл на тормозе без использования переднего тормоза в принципе никакой особой базы чтобы начать тренировать вип или развертом на 180 на квадроцикле не нужно спокойно можете сделать это у себя во дворе на даче и спокойно сделать его на очень скользком покрытие из киске зимой на льду да на всем чем угодно тем самым поняв механику самого разворота а дальше уже по нарастающей с изменением покрытие увеличивать и скорость и свою технику улучшать самая большая загвоздка в этом трюке поверишь что это возможно то есть в любом трюке и ты ты с виду смотришь на трюк тебе кажется что он выполняется по одной схеме а по факту делается по другой падал с этого трюка переворачивался и обычным с легком перевороте мы можем допустим рулевую колонку траверсу руль и бугель все вместе уже уходит и все мотоцикл все-таки немножко получше подготовлен к одну именно к падению если сравнивать с автомобильным дрифтом по квадроциклетный дрифт намного сложнее и опаснее потому что на любой скорости на любых ходах вы можете перевернуться и схватить уши на машине такой невозможно и скажем так человек который умеет дрифтить на мотоцикле умеет дрифтить на квадроцикле садится на любую дрифтовую машину через пять минут уже может хоть что-то показать к сожалению обратно в обратную сторону это не работает и скажем человеку который хорошо дрифтить на машине посадить на квадроцикл скорее всего за счет того что он будет в себя верить и будет жать тапку в пол как говорится то он схватит уши примерно на втором круге даже все вот эти настройки которые представлены в этом квадроцикле я считаю этот квадроцикл лучшим в мире для стандрайзинга они не спасают от переворота потому что я же говорю я не делал его только по дрифте не расширял супер базу база передних колес абсолютно стоковая вру 2 сантиметра расширил задние на 5 чтобы удобно было ехать на двух этих на боковых колесах если же у нас передок уже то у вас получается квадрик кривый если бы я хотел прям подрыв стоит то нужно было бы делать три таких проставки то есть реально выносить заднюю ось на ширину колеса еще в сторону все эти сетапы не то что не страхует от переворота они тебе дают уверенности хотя не прибавляют безопасность то есть ты в себя начинаешь все-таки верить и у тебя может быть есть небольшой шанс спасти себя но от переворота это сто процентов не страхует и человек который дрифтит на квадроцикле должен не на секунду не отвлекаться от того что он контролирует полноценную весь дрифт отключешься полетишь уши шваброй все что угодно об асфальт будет вот это у меня карбюраторный квадроцикл 2009 года ему 12 лет и скажем так он как был 12 лет назад заводом отстроен правильно в карбюраторе так он эти 12 лет этих настроек не поменялся я ни разу ничего не настраивал по карбюратору сто процентов и это отличный показатель того что даже на карбюраторе 12 лет можно занимать первые места и скажем так уж в шафле это точно не имеет значения карбюратор у тебя или инжектор единственное да у меня есть проблема когда я там приезжаю сочи высота у меня на уровне море меняется или я еду куда-то там в чечне заливаешь бензин и вообще маша мотоцикл не едет конечно инжектор в этом плане лучше но по подрыву по мощности я за вот эту модель и пока ктм не выпустит новый квадроцикл инжекторный я буду кататься на нем если говорить о том можно ли сделать на любом квадроцикле этот шафл конечно можно у меня был вариант когда мне пришлось на новый год выступать из трех дней один день на китайском абсолютно и не помню марку модель абсолютно неподготовленном квадрики и ничего я шафл точно делал допустим опять же в этом трюке как и во всем стандрайдинге и в любом экстремальном виде спорта у нас есть своя сторона вот на сноуборде и левой стороной на вейкборде еду левой стороной вперед и на скейте я тоже еду левой стороной вперед на мотоцикле я еду в левые круги это мои круги то есть я умею ездить и вправо и влево ну соответственно основная база это левые круги и точно так же на шафли у вас будет и своя сторона и не своя сторона вот меня левый шафл это там 90 процентов этих трюков я в нем делаю да и остается правый шафл который я втыкаю только при отсутствии достаточного места где вот мне надо резко развернуться я понимаю что я уже лечу в эту сторону надо вернуть то есть я делаю через левую и также любой человек будет делать это как левша правша в общем у всех своя сторона всегда есть когда я начинал на квадроцикле все говорили что это скучно это не интересно стандрайдинг вообще уже иссяк вообще сдох и я не знаю это было десять лет назад когда я начинал и на квадроцикле и на мотоцикле я сейчас через десять лет говорю что это молодой спорт и у него еще впереди нереальное количество новых открытий и трюков и прежде всего для любого трюка не то что шафл 100 ты вообще не важно самое важное это морально к нему подготовиться если мы боимся сомневаемся думаю что у нас не получится мы должны встать на солнце в позе супер героя и пять секунд думать что у вас это получилось и все и тогда у нас получится действительно так это психологический тренинг такой если вы сомневаетесь то не сомневайтесь у вас получится просто пробуйте главное аккуратно и без травм пока в мире делаю только я его типа и прикол в том что ты должен загрузить как на шафле одну сторону потом другую и оторвать одно колесо чтобы доворот последние 90 градусов был на одном колесе и тогда оно получится а иначе просто походу руль погнул чуть чуть было точно одно я даже падение было наглядное что бывает ну вот это о чем я говорил когда чуть-чуть не хватает боковая бывает жалко извини брата вроде было к сожалению правда прохладно шафлы были стопе были дрифт был карусель была сверху все было думаю хорошо всем огромное спасибо за внимание следите за нашими выступлениями тренировками в соцсетях пока а он сломался работа